Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» продолжаем с вами беседы о взаимоотношении восточного мистицизма и христианства. «Ведут ли эти пути к одной вершине?» Вот есть такое, уже неоднократно можно было слышать, такая точка зрения, такая легенда, такой миф, что якобы последователь восточного мистицизма и любой другой религии и христиане идут к одной вершине, подобно людям, подавающимся по склонам одной горы. И вот на нескольких предыдущих беседах мы с вами, кому это было интересно, кто послушал, рассмотрели сравнительно анализ основных догматов христианства и индуизма, проставленных лицом к лицу друг к другу. А сейчас хотелось бы вот на что ваше внимание обратить. А что делать людям, которые, может быть, по неведению, по неопытности, в силу целого ряда других причин, ну, самое главное – это оторванность от священного предания церкви, да, от невоцерковленности, может быть. Может быть, в силу объективных причин не получили христианского воспитания, образования. Так или иначе, в их жизни был период, когда они увлекались восточными вот этими учениями, а тем более в нашей стране в 90-е годы они достаточно буйным цветом разрастались, различные восточные практики. Преподобный Паисий Святогорец, процитирую вам из третьего тома его наставлений «Духовная борьба». Вот что говорит преподобный Паисий. «Нынешние странные люди находят удовлетворение в том, что странно, а не в том, что правильно. К примеру, они едут в Индию, которая находится на другом краю земли и которая известна своим колдовством. А о Святой Афонской горе, которая находится на их родине, рядом с ними, и хранит истинную таинственную жизнь во Христе, они не знают и пренебрегают ей». В первую очередь преподобный Паисий обращался к своим соотечественникам, православным грекам. «Один студент рассказывал мне о том, что он ездил в Индию, прожил там три с половиной года. Пытался разобраться и понять, какая религия истинная. Три с половиной года жил. В конце концов, один индеец сказал ему, зачем ты сюда приехал? То, что ты ищешь, есть православие. Свет идет оттуда. Поезжай на Святую Гору Афон и найди там то, что ты ищешь». Таким образом, этот юноша вернулся в Грецию и приехал на Святую Гору Афон и встретился с преподобным Паисием. Ну, здесь что хочется сказать, что если у человека есть доброе расположение, и он искренне ищет истину, то, конечно, любящий и милосердный Господь не оставит такого человека без извещения, без вразумления. И, как мы знаем из книги Числа, из Ветхого Завета, даже для вразумления пророка Валаама даже ослица проговорила человеческим языком. Поэтому Господь может найти много возможностей человека искренне, ищущего истину, но ищущего ее не там, где она есть. Он подскажет, вот как в данном случае даже индиец сам сказал православному греку, что то, что ты ищешь, есть, если у тебя на родине, свет идет оттуда. И вот что делать православному христианину, если он все-таки увлекался различными культами? Такому человеку необходимо великое покаяние и помазание святым миром. Покаяние – это изменение образа ума. То есть человек должен осознать и поисповедаться, покаяться в том, что он этим увлекался. Если он захочет возвратиться в православие и снова стать членом церкви, то по правилам ему сперва нужно письменно отречься от злославия восточных культов, исповедать православную веру. А после этого священник должен прочитать не одни молитвы о возвращении к истинной вере, помазать его святым миром. Ну, это истребники, и каждый священнослужитель это знает. И далее преподобный Паисий обращает внимание. «Я вижу, что некоторые молодые ребята, наши соотечественники, не прочитав ни строчки Евангелия, начинают читать брахманскую, буддийскую литературу, Коран и тому подобное. Едут они и к индийским гуру. Потом там им приходится не по душе, и они возвращаются в православие. Однако уже заразившись в этих восточных культах целой кучей различных духовных микробов». Люди повреждаются. Потом им трудно найти истину. И далее преподобный Паисий дает практический совет. «Пусть человек сперва жизненным опытом познает православие». То есть пусть он начнет сначала по-православному жить, познает. А потом, если православие ему не нравится, пусть уходит. Пусть он познает православие правильно. Потом сравнит его с различными религиозными учениями, о которых он слышал. Ведь познав православие, человек может отличить подделку от золота и понять, насколько чисто золото, сколько в нем каратов. И в заключении преподобный Паисий на основании своего колоссального духовного опыта, а к нему, напомню, приходили очень многие люди, в том числе обожженные различными ложными учениями, как с Востока, так и с Запада. И он говорит, «Я обратил внимание вот на что. Из православия уходят только эгоисты. Человек смиренный из православия никогда не уйдет». Давайте над этим задумаемся, дорогие друзья. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok